Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось, чтобы вы постарались сами для себя, для начала ответить на вопрос такой. Значит, почему вы сами задаетесь вот такой проблемой? То есть, почему вас интересует, грубо говоря? То, значит, правильно ли вы поступили или нет? Почему вас волнует это? Ведь вы так уже поступили, вы уже сделали свой выбор, вы уже сказали экзаменатору о том, что девочка там пишет в телефоне. Сказали и сказали. То есть, почему вы, получается, в некоторой степени подвергаете сомнению свой выбор? Почему это происходит? Главное. Что заставляет вас подвергать сомнению свой выбор? Это первый момент. Далее. Вы говорите, плохо ли я поступил. Значит, плохо по отношению к кому вы плохо поступили. По отношению к той девочке, что списывала. Может быть. Может быть, вы плохо поступили по отношению к той девочке, что списывала. Но разве вас это волнует, что вы плохо поступили по отношению к ней? Понимаете, именно в психологии нет такого понятия как «плохо» или «хорошо». В психологии есть понятия «достаточно», «недостаточно», «вовремя», «не вовремя». А вот таких понятий как «плохо» в психологии нет. Поэтому, если говорить о том, что вы могли плохо поступить, то исключительно только утверждать это можно в контексте субъективного отношения. То есть для, грубо говоря, этой девочки, которая списывала, вы действительно могли поступить плохо. Потому что, ну, как бы, вы ей навредили, да, вы ей испортили, может быть, время провождения, вы испортили ей экзамен. Кстати, а что сделал экзаменат? С точки зрения девочки, да, вы поступили плохо. Но, с другой стороны, сама девочка, она ведь нарушала, по сути дел, правила, установленные регламентом. И я полагаю, что вряд ли для нее было новостью, что так, как она делала, делать нельзя. Почему вы стоите на защите правил, вы стоите на защите регламента, и я не думаю, что в этом смысле вы не правы. Просто, опять же, здесь, как и в любой другой области, существует тонкая грязь между тем, что вы делаете, следуя по правилам, да, и тем, например, что вы делаете, следуя не правилам. То есть нужно знать, когда следовать правилам, а когда правилам не следовать. Потому что если вы следуете только правилам, то ваша жизнь подчинена излишному планированию. И я полагаю, что в этом случае вы рискуете, ну, как-то оказаться слишком рафинированной. Можно быть даже слишком регламентированным человеком. Конечно, это напрямую зависит от того, чего вы хотите. Если вы считаете, что, ну, что вы должны, например, быть такой, то кто вам что-либо в этой ситуации скажет? Я полагаю, что никто и ничего. Я полагаю, что никто не имеет права осуждать вас за подобный выбор. Но главное, чтобы вы действовали так, как этого хотите вы. Чтобы вы действовали так, как считаете правильным именно вы, а не кто-либо другой. Потому что в противном случае вы не можете быть счастливым. Далее. Далее. В каком смысле вы могли поступить плохо? Плохо вы могли поступить только в том случае, если вы сами считаете, что так делать, ну, не нужно было, не стоило и так далее. Вот, пожалуй, в этом случае вы поступили плохо. То есть, именно в этом случае, в случае, если вы сами себя вините за то, что сделали это, вы поступили плохо. Но нужно в обязательном порядке определить сразу же, что заставило вас так поступить. Это то, о чем я говорил в самом начале. То есть, если вы как-то поступаете, значит, вы считаете, что ваша позиция, она правильная, наверное. И если вы считаете, что ваша позиция правильная, то это имеет, безусловно, смысл. Но только в том случае, если вы уверены в ней, если вы уверены в своей позиции, если в своей позиции вы не уверены, но действуете все равно так, как не уверены, то создается нервозность, тревожность и так далее, которые мешают вам получать удовольствие от жизни. Здесь нужно отследить, какими именно аспектами вы руководствуетесь при реализации своего выбора. То есть, что это за выбор, чем он обусловлен, этот выбор. То есть, если вы поступили именно так, а не иначе, вы же на что-то рассчитывали. И почему-то то, на что вы рассчитывали при реализации своего выбора, оказалось не настолько серьезным для вас, чтобы не лишить вас возможности, грубо говоря, переживать по этому поводу. Знаете, здесь вот есть такие важные моменты, о которых нужно вам подумать. Если вы действуете таким образом, ну вот, то есть, говорите экзаменатору, допустим, кто-то, кто-то нарушает правила, если вы делаете это, исходя из разумных представлений. То есть, если вы анализируете ситуацию и приходите к выводу, что так делать нельзя, то очень важно понять, почему, по вашему мнению, так делать нельзя. Одно дело, если вам запрещали в детстве подобное поведение родители, допустим, и в силу того, что подобное поведение вам родители запрещали, в силу этого вы сами испытываете неудовлетворенность. именно из-за этого, именно по этой причине. И тогда это одно дело. Если же вы делаете такой выбор просто из-за того и просто по той причине, что вам кажется и вы считаете, что так быть не должно, то это совсем другое. И в этом случае, мне кажется, что вы поступаете совершенно правильно. То есть, понимаете, да, какая история? В первом случае, в первом случае, вы как бы действуете не совсем, по своей воле. В первом случае, вы действуете как бы по, ну, может быть, по наитию тех же, например, своих родителей. И так далее. И это не является для вас чем-то хорошим. Но если вы принимаете решение самостоятельно, основываясь не на эмоциях, например, а на представление о том, что правильно, а что нет, то это совсем другая ситуация. И в ней, конечно же, вы абсолютно правы. Но важно, важно, чтобы не было эмоциональной заинтересованности в таких ситуациях, в таких раскладах. Потому что эмоциональная заинтересованность, например, удовлетворенность, например, дворадство, например, ощущение силы, превосходство. Все это свидетельствует о том, что вы пытаетесь, ну, реализовать какие-то свои, возможно, обиды или желания с потребностями через вот таких ситуаций, которые до конца вас не удовлетворят, безусловно. Ну, а пытка приведут к тому, что вы навлечете на себя гнев, например, однокурсников или однокурсников, которые будут знать, что вы можете их сдать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.